Однако, здравствуйте! На повестке дня, в третьем выпуске рубрики «Великие художники» поговорим сегодня о Николае Александровиче Сысоеве. Это наш земляк, родившийся 21 декабря 1918 года в селе Сланское, Липецкая область. После окончания сельской школы талантливый мальчик продолжил учебу в столице. А в 1938 году уже закончил областное художественное педагогическое училище изобразительных искусств. А в 1948 году Московский государственный институт Сурикова. Ну и, разумеется, почевал на лаврах, хорошо учился, за что был и награжден творческой поездкой в Дом творчества «Академическая дача Репина». И тогда же принят в Союз художников СССР. А с 1943 года Николай Сысоев стал постоянным участником всесоюзных республиканских и московских художественных выставок. А его произведения уже тогда прогремели и планировались в Италии, Испании, Германии, Канаде, Японии. У человека складывалась карьера достаточно хорошо. Насчет персональных выставок. У него было их множество. А если брать московский, это 79-й, 80-й, 88-й, 2002-й год. Уже после смерти датировано. Ленинград 81-й год, Тверь 81-й год. Ну и в Липецке 90-й и 2001-й год. Как раз год смерти. Также на протяжении многих лет он работал в различных жанрах. У него были жанровые картины. Большую часть времени он посвящал портретики советского человека. Однако в меньшей степени пролетариат, а в большей степени им были затронуты деревенские мотивы. Ему нравились портреты людей, работающих как раз в колхозе. Потому что он сам был сельским человеком, и его душа была привязана вот как раз к сельской местности больше, чем к каким-то либо городским пейзажам. Он уделял этому большую часть времени, показывая как и красоту своей родины, так и быт, работу людей в поле в частности. Как вы можете наблюдать по картинам, в цветах он был полигаментом и не пренебрегал подчеркнуть весь колорит сельской жизни. Особенно это передается в имозы, как вы можете посмотреть. Работы у него сейчас хранятся как и в Третьяковке, так и в Тверской картинной галерее, в Тульском областном художественном музее, ну и в зарубежных собраниях. Еще сам Кугач говорил, что Николай был очень отзывчивым и добрым человеком. И это передавалось в его произведениях, а в частности в ярких цветах. Даже по выражению лица можно понять, что он был человеком, идущим на компромисс в самых сложных жизненных ситуациях. У него была жена Нина Скорубская, тоже художница. И их творческий союз был нерушим как раз до самой смерти Николая Сосоева. Умер он 1 марта 2001 года. В поселке Лев Толстой улица Южная была переименована в улицу имени Николая Александровича Сосоева. И с тех самых пор сохранилась по сей день. Ну а в день памяти художника как раз рассматривают юные дарования, конкурсы детских рисунков. Чтят и помнят память этого замечательного человека. Также будем чтить и помнить мы с вами его память. Он тесно был связан с нашим Липецким краем. Поселок Лев Толстой в 1987 году была основана Народная картинная галерея, которая с 1997 года носит имя Николая Александровича Сосоева. Там же есть его произведения и паны, которые можно приехать туда и посмотреть. Спасибо вам за внимание. Увидимся. Продолжение следует...